Добрый день, уважаемые слушатели канала Сангельс. Начался июнь, первый день лета сегодня, и здорово, что мы чувствуем уже эти лучи теплые, солнечные, пусть даже в каких-то регионах непогода, но так или иначе, календарное время, оно началось, и оно вступает в свои права. Почему я назвала эту программу про отношения, про социум и про все, что касается области наших уроков? Про уроки традиционно. Что касается социума и отношений, во-первых, отношения – это самый популярный запрос на консультациях по исследованиям физическим. И если посмотреть на картинку архитепа, я покажу ее поближе, то мы здесь видим мужчину и женщину, которые строят взаимоотношения. В данном случае на этой картинке изображены Адам и Ева в Эдемском саду. И это энергия месяца, и энергия года – это вот те самые официальные наши взаимоотношения, которые происходят на уровне государственных организаций, на уровне рабочих моментов. То есть все, что касается взаимоотношений, взаимодействий официальных – это такая энергия общественная. И когда соединяются две этих энергии, у нас получается симбиоз некий, вот такая энергия умеренности, которая переливает одну энергию в другую, она соединяет их, она сотворяет такой алтимический процесс. И в результате получается общий фон, о котором мы будем говорить. Так вот, когда мы говорим о любой из энергий или архетипе, то подразумевается, что в нем заключены достаточно много разных оттенков и грани. Ну, считается, что это около 50, вообще говоря. Однако есть некие основные точки, такие рейперные точки по каждой из энергий, на которые мы обращаем внимание. И, конечно, я сегодня об этом скажу. Ну, если в целом посмотреть на июнь, то я бы сказала так, что ключевые слова этого месяца – это взаимная любовь, ответственность, решительность в принятии своих решений, сердечность, эмоциональность, чувствительность. И на первый план будут выходить и материальные аспекты жизни, и повышенное желание к накоплениям, захочется вкусно кушать. По энергии умеренности обычно частенько бывает так, что совсем не про спорт эта энергия. Хочется отдыхать, хочется наслаждаться жизнью и в том числе наслаждать свой живот. Да, вот такого рода наслаждения. И все это ведет, естественным образом, к накоплениям. Поэтому тоже смотрим и регулируем. И также многие могут почувствовать стремление достигнуть желаемого. Но такая медлительность, поверхность на телах может иногда вызывать в крайних случаях дневливость и раздражительность. И это будет создавать проблемы с или полаганием. Сложно будет порой выбрать. То есть желание это есть, что-то сдвинуть с этой точки, на которой вы уже застоялись. Но сложность в выборе, она будет преследовать, и это будет уроком, в общем, уроком месяца. Ну, так или иначе, месяц он содержит энергии принятия, спокойствия, гармонии. И вот при соблюдении гармонии важна ответственность. И важно все делать из четвертой чакры сердца, из отношения, как если бы мы хотели, чтобы к нам относились. Мы говорим из любви. И если мы начинаем какие-то проекты в этой миссии, то нужно несколько раз проверить, что называется, семеро-потреш. На первый план выходит система, опять же. И всякого рода авантюризм, риск неоправданный, они, в общем, нехороши. То есть мы, с одной стороны, можем по минусовому проявлению энергии рассуждать на какие-то вещи, глядя, что моя хата с краю, я ничего не знаю. Но это неправильная позиция, потому что мы должны так или иначе быть включенными в то, что происходит. Каждый из нас ответственен за то, что мы продуцируем через мысли, через наши действия. Поэтому энергия умеренности в плюсе – это такая дипломатия. И это умение решать вопросы сквозь вот эту шестерочку, сквозь сердце, как я уже сказала, и выносить не через осуждение, как этот год нам преподносит в целом, потому что правосудие, справедливость, хочется, чтобы все было абсолютно так, как я считаю на сегодня. Например, да, завтра я могу считать по-другому, потому что какие-то факты еще вскрылись. Но на сегодня я считаю так. Мне кажется, что моя личная справедливость, она должна на всех распространяться. Но это не так. И здесь умеренность, она будет, конечно, все эти острые углы сглаживать. И баланс между ответственностью и чем-то там долго поможет нам этот третий элемент найти в этой тройке, в этой триаде энергии. И вот название как раз ему – сердечность принятия решения. Ну, таким образом, фон месяца, этот 14-й аркан – это энергия умеренности или архетип равновесия. И он про то, чтобы брать этот баланс, внутри себя искать. И это касается всего, как я уже сказала, да, и про активность, и про эмоции. Потому что 14-й в минусе – это такая шкала эмоций просто этого зашкаливает, да. Эмоции как качели, то вверх, то вниз. И важно находить золотую середину. Важно находить эту дорожку правильную, при всем при этом оставаясь чувствительными. То есть месяц алхимика, который создает своими руками это чудо. И этим чудом будет являться абсолютная гармония. Гармония, она духовного плана, гармония, она заключена в этой карте, в этом архетипе. И гармония материального плана, она заключена в восьмерочке правосудия. То есть месяц душевных отношений, мы говорим, поиск контакта со своей душой. И мы также и к другому человеку. Шестерка, она касается любых отношений. Это отношения в коллективе, в семье, на улице, в социуме и так далее. Мы должны вот так выстраивать эти отношения, чтобы всем было хорошо. Я сейчас немножко пошире хочу сказать про вообще энергию влюблённых. Потому что не все её знают. Через этот архетип мы, по сути дела, из мир-то приходим. Когда это любовь, это чувство, эта искорка появляется, и два влюблённых человека встречаются, то через какое-то время появляется третий человек. Поэтому, глядя на влюблённых, как я уже сказала, есть основные характеристики энергии, есть вспомогательные. И здесь в минусе могут быть такие любовные треугольники. Опять, если посмотреть на карт, на этой картинке изображённый вверху ангел. Иногда изображают какую-то или свекровую тёщу, или какую-то женщину со стороны, которая как бы встревает в отношении двоих. Поэтому любовные треугольники, обиды ревности, тоже имеют место быть. И влюблённые, они вообще не уносят своего существования без людей. И сейчас я описываю месяц и этот архетип. И это важно будет как описание своего архетипа, находящегося в партии личности. Для людей, рождённых с 6 и 28 числа, это их базовая энергия, они пришли по этой энергии в этот мир. Также это важно будет для людей, которые рождены в 1999 году, в 2004 году, в 2013 году, в 2022. И будет, ну это впереди, конечно, да. Но так или иначе, в 2031 году тоже будет важно. Чьи-то детки придут и в это время. И эта энергия для людей, рождённых в эти годах, она находится в позиции экзамена года. Экзамен – это то, чему мы должны научиться, то, к чему мы должны прийти, то, что мы должны развить в себе. Ну, в отличие от базы, которая уже упакована, она встроена, там всё включено уже, да. Ну и, конечно, это касается тех людей, которые рождены в июне месяца. Так вот, любовь – это, конечно, ну так называемый допинг людей, перечисленных. И это на протяжении всей жизни происходит. Они могут повышать эту дозу, так называемую, да, и часто могут разочаровываться в людях. И она их, ну, больше, когда они разочаровались раз, два, они уже обижены, они уже подозревают, что всё не так, и доверять тебе нельзя. И они тогда вот так отдаляются и становятся очень недоверчивыми в них. Хотя им это трудно, потому что они любят ровно так же сильно, как и ненавидят, особенно бывших партнёров, которые не захотели их любить, как им хотелось, как им нужно было. И многие могут быть агрессивны, мстительны, но даже в этом случае они считают, что это делают с любовью. Они ответственные товарищи, умеют делать выбор и отвечать за него. И также прекрасно умеют делать выбор за других, отвечая, ну, ты сам выбор, я тут ни при чём. Такое тоже бывает. Им важна свобода воли действия выбора. Но часто застревают в догмах и сверхморали, которые тянутся от жреца. А у нас есть такая, значит, михологема, когда идёт движение постепенное, ну, как месяцы меняют друг друга, да, например, и дальше февраля и так далее. Также здесь есть путь шута, и тот архетип, который был до влюблённых, это жрец, это пиатаркан, или там называют по-другому папа, иерафан. Есть разные названия. Так вот, так или иначе, энергия перетекает из месяца в месяц, да. Вот мы только что закончили, вчера мы закончили шута, вчера закончили май. И эти энергии, они пока первые 10 дней будут, ну, поубывающей, конечно, да, чем ближе мы к серединке июня, тем уже меньше и меньше остаётся. Но так или иначе, они будут тоже действовать. И жрец как раз, он всю жизнь пытается научиться быть свободным в принятии решений. Но учащиеся в свободе выбора, случайно выучиваются в свободе снятия себя ответственности за выбор. Такое тоже бывает. И поэтому, выбрав что-то неприятное, они свято верят, что это оно само. Вот так бывает, да. И у жреца в этом плане, в этом контексте тоже есть такая фишечка в минусах, как двойная мораль. То есть он на людях говорит одно, а там где-то, как мы задачки в математике решали, да, два пишем, три умея, например. Ну, вот как-то так. Влюблённые могут выбирать совсем неподходящего себе партнёра из-за вечных поисков идеальной любви. Сами выберут, сами страдают. И в этом случае они себя ответственность снимают за выбор, объясняя себе это своим огромным сердцем, полным любви. Они имеют утончённый вкус, любят всё яркое, блестящее, красивое. Заниматься могут только любимым делом, иначе перестают чувствовать вкус жизни или любви, а значит страдают. Но даже страдать они умеют красиво объяснять о необходимым условиях, чтобы уметь убить. Влюблённые всю жизнь учатся любить себя безусловно. И для этого они пытаются дать возможность в себе и людям быть неидеальными, пытаются снизить требования к окружающим, научиться прощать и быть их именем. Но внутри, в сердечке, находится еле уловимый голос, который говорит, что любовь должна быть на разрыв, либо это не любовь. И они опять повышают свою дозу в надежде, что это любовь, к которой они стремятся, которую они испытали когда-то, она будет вечной, на таком высоком накале. Ну, плюсы архетипа этого, да, это любя бизнес, партнёрство, всегда хотят быть в любви, они привлекательны для противоположного пола. Есть несколько архетипов, которые, ну, говорят, вот, например, там, агрессивные, да, вот разные классификации есть. Есть красивые люди. Под какими архетипами приходят красивые люди? Ну, конечно, влюблённые стоят здесь на первом месте, влюблённые, и 17-й аркад, и звезда, 15-й харизматичные, 11-й харизматичные могут быть влюблённые, в паре, например, да, в портрете. И тогда соединяется харизматичность, и вот эта красота, и вот такой микс получается. То есть, вот, яркие люди однозначно. И у них чувствительное тело, нужна им ласка, нежность. Они любят разного рода партнёрства, они дружелюбны, любят друзей, и часто реализованы в посреднической деятельности посредством этого, да, контактные такие, коммуникабельные, способны испытывать, выражать глубокие эмоции, принимать собственные решения и жить в соответствии с собственными ценностями, находить общий язык, соединяться с другими людьми, и духовное понимание, объединение с высшими силами и собственной душой. А вот в минусах это страх и неприятие рисков. Непринятие такое, что трудно брать на себя ответственность, как я уже выше говорила, когда перед тобой три дороги, или пришёл человек в магазин, и, например, сапожки там белые и красные, да, и ему нравятся эти и другие, и он никак не может выбрать. Иногда такое бывает, что люди уходят из магазина, вот до головного боли, голова разболелась, выбрать не смог, и, в общем, день не удался, да. То есть за выбор надо, то есть у влюблённых, у этого архетипа есть два названия, это выбор и влюблённый, то есть это вот как раз абсолютно равнозначные. Поэтому по минусу, да, они не хотят, либо не умеют делать выбор. Либо однолюбы и верны тому, кого уже давно нет, например, он ушёл с жизнью, либо они могут как раз вести такой хривольный образ жизни. И часто строят отношения с тем, кто не подходит. Ну, реже бывает, что нет вообще никаких отношений, да. Склонность к импульсивным решениям и действиям, зависимость от другого человека, сложности с выборами и сомнениями, особенно в отношениях. Либо зацикленность на личных отношениях, на таких парных отношениях. И здесь такая ревность к партнёру возникает, да, на грань, она уже выходит на грань, когда партнёр начинает чувствовать себя некомфортно. Ну, непройденные задачи прошлого – это научиться принимать риски, доверять своим чувствам, инвестиции в отношениях, в жизни, развивать собственную независимость, самостоятельность, чтобы не быть от других зависимыми, находить баланс между индивидуальностью и партнёрством в отношениях, принимать и осознавать свои чувства, эмоции в отношениях. И давайте теперь посмотрим, уже по месяцам, да, что приготовил нам данный июль для людей, рождённых в январе. Ну, январь – это хороший месяц для начала любых дел. Чего ещё ждать? Цель есть, осталось только проверить, всё ли у вас с собой. И проделать нужный путь. Мало ли вдруг чего не хватит. То есть вы можете поехать в поездку в ближнюю, в дальнюю, это всё будет очень хорошо. Хорошо. И какое будет дело у вас, а это ещё и про цели и полагания, здесь трудно сказать, но во всяком случае это дело может для вас стать началом нового этапа в жизни. И июль для этого очень хорошо подходит. Для рождённых в феврале требуется трезвость мысли. И если вы переживаете какой-то конфликт внутренний или внешний, ну, скорее всего, это ещё и в социуме что-то, потому что для вас энергия правосудия здесь имеет место, то вам нужно принять важное решение. И прежде всего постараться сохранить свои принципы внутренние моральные. И при этом учесть последствия своих действий, да, отдалённые. Что может быть такая кармическая связь, очень интересная. И в зависимости от того, как вы повели себя в какой-то ситуации, вам станет либо легко на душе, либо наоборот. Поэтому договаривайтесь недалеко, если не хотите, чтобы были не домовки, не частности, потому что это время частности, месяц частности, в первую очередь перед самим собой. Для рождённых в марте. Время, когда важно побыть одним, погрузиться в глубь себя. И здесь, конечно, про такое летнее время, про природу, про выезды на водоёмы, про путешествия, большие-небольшие. И в этих путешествиях, в этих ампетациях важно найти ответы на важные для вас вопросы. И здесь цель не для того, чтобы погрустить, да, вот в этом одиночестве, для того, чтобы найти мудрость внутреннюю. То есть период такой глубокой мудрости. Дальше. Для людей, рождённых в апреле, важно обрести хорошую сумму денег в это время, заключить какие-то контракты. Но относиться к этому легко. То есть не зацикливаться, не ставить это во главу угла. Потому что если такая прям сконцентрированная зацикленность будет на материальном, то как могут дать, так и быстро отобрать. И что касается вообще цикличности, то она так или иначе будет проявляться. Могут прийти из прошлого какие-то люди, какие-то напомники себе события, судьбоносные повороты. И если вам пошла удача, если колесо в роту напомнилось вверх, то хватайте её за хвост. Для рождённых в мае. Время, когда нужно уделить себе, своему телу, заботу проявить не только о теле и о духе. Но если вы заболели в это время, или какая-то часть тела, например, болит, то значит вы какое-то время назад предали своё тело, не заботились о нём. Поэтому если вы не умеете выражать свою злость, агрессию, или наоборот вы это делаете резко, слишком в эти моменты, забывая вообще о других, то, конечно, вам это будет отображаться в этом месте. Поэтому нужно гармонизировать эти марсианские энергии внутри себя и не прибегать совершенно никакой грубой силе, потому что зеркало рядом, и нам так или иначе это всё подсветит, отобразят обратно. И в итоге тело может каким-то образом пострадать. Поэтому будьте здесь, направьте свои намерения на спорт. Дальше. Июнь. Ну, для июньских, я уже сказала, частично, и у вас дни рождения, да, поэтому всех именинников наступающих днём рождения. И к вам приходит эта энергия глубокая, зависающая где-то. И в это время вопросы могут долго не решаться. Или не решаться вообще. Ну, вам, по крайней мере, так будет казаться. Вы можете себя почувствовать жертвой обстоятельств и ощутить, что мир к вам не спривели. Это мы про уроки говорим, да, то есть вот нам такие уроки будут в этой нашей школе жизни этого месяца предлагать высшие силы. Здесь важно найти решение, абсолютно непривычное вам ранее. И оно может родиться как инсайд, как озарение, когда вы посмотрите на происходящее под другим углом зрения. Это время самоанализа, глубины чувств, тоже медитации хорошо сюда. И когда придут инсайды, то вы их ловите, записываете, тетрадочку свою, да, и внедряете в жизнь. Для людей, рожденных в июле, пришло время, когда резко можно поменять жизнь свою. Если хотели на диету, то самое время. Поменять работу, то уже вперед. Но так или иначе, нужно все посмотреть. Посмотреться, 7 раз обрезать. То есть вот эта энергия, она действует на вас так, но общая энергия месяца, как общая погода месяца, она говорит, сильно не торопись. Поэтому надо соотносить то и другое. И тянуть в эти кардинальные перемены будет так или иначе. Причем, порой в резкие перемены. Ну, также тема здоровья тоже будет на повестке дня. Нужно о себе позаботиться. И если где-то болит, то пора пристить врача, пройти курс какого-то лечения профилактического, санаторийного, может быть, лечения в том числе. Для людей, рожденных в августе. Здесь нужно соблюдать баланс во всем. Не нужно голодать, не нужно объедаться, не нужно лениться и не нужно очень сильно, ну, что называется, пахать как лошадь. Гармония – ключ вашего месяца. И театр, кино, концерты выявлены природу. Сбор гербария в камешках в аквариум идеально подойдет. И еще лучше не планировать чего-то такого необычного для вас, когда вы... То есть вам все просчитывать надо, да? Вам все прописать через намерения. Утром встали, намерения на день, намерения, если это понедельник, то сразу на неделю можете закладывать, и все будет у вас получаться. Для рожденных в сентябре. Ну, покажут месяц ваши слабости некоторые, да? Если вы любите шоколадки, только вы и их, и там мороженки будете видеть на прилавках, потому что это время соблазнов и удовольствия. Ну, для кого-то шоколадки, для кого-то что-то еще, да? Но любое удовольствие должно быть в меру. Кайфовать нужно, но не стремиться быть заложником этого состояния. Вообще, в этот месяц можно даже выиграть что-то, если вы полны энергии, если у вас, что называется, идет, да? Но месяц быть может также и калалин, потому что энергия дьявола, да, здесь подключается, и он так иногда манипулирует, он поманит и потом может обмануть. Энергия может показать злость, зависть, обидусть, смену, обман. А если потерять бдительность, спуститься во все свои хотелки, поэтому тоже контролировать себя нужно. Октябрь. Для рожденных в октябре месяц может проверять на прочность, что есть в вашей жизни. Если что-то устарело и давно пора перестроить, то это может развалиться, распасться. Лучше всего опираться на себя, не ждать помощи измен. А если ждать, то не требовать, да? Будьте аккуратны. То, что начинаете разрушать, может разрушиться до основания, потому что бетонка там и рвется. И это время великого перестроения, построения. Это время, когда важно подглазать фундамент, подкрепить его подпорками какими-то, если это необходимо. И если есть вот эта опора, да, то вы дальше можете создавать уже все. Для рожденных в ноябре вы можете блистать как яркие звезды, показывать свои таланты, можете встречаться с друзьями и классно проводить время. Можете быть искренними и важно не лицемерить, важно не предавать. Потому что минус этой энергии, это когда может вас тоже ждать предательство или обман, или фальшь, или какая-то лицемерие, ложь, да? Но зато, так сказать, даже в минусах мы видим плюсы определенные всегда. Таким образом можно узнать, кто настоящий друг. Ну и для рожденных в декабре в это время могут проявиться ваши страхи, тайные переживания. Это не самый активный мисс, потому что если у вас не так много энергии, то лучше займитесь дома. Ваши мысли легче обычного становятся реальностью. То же самое касается ваших страхов. Так что важно думать о хорошем. В медитациях можно наладить отношения со всем своим внутренним миром, с подсознанием, и доверять к внутреннему голосу. Ну, если посмотреть на дни этого месяца, то с точки зрения астрологии, да, можно увидеть три такие группы. Это группы, поделены на лунные сутки, и есть так называемые победные, есть полные, есть пустые руки. И давайте я перечислю. Лунные сутки, когда нас ждет победа и поддержка в делах, это с третьего конца дня, да, по конец дня, 4 июня, с середины 8 числа по середину 9, 13 июня, с конца дня, с вечера до конца дня 14 июня, 19 июня с утра и до утра 20 и 24 с утра и до вечера. Сутки полные, так называемые, когда можно что-то начинать, и это первое июня с утра до второго июня, до утра сутки, 10 июня с полудня до полудня 11, 16 июня полные сутки до 17, 21 июня это утро на сутки, 25 с вечера до вечера следующих суток, и 30 июня с утра до утра 1 июля. Есть группа, так называемые, Рикто пустые руки, которая не дает результата в приобретениях, и в эти дни лучше отдавать, соболеваться, заниматься спортом и соревноваться. Так вот, ну, если посмотреть на Васту коллекции, например, да, то в Рикто никогда Васту коллекции не назначаются, ну, кроме там совсем исключительных каких-то вещей, которые оговариваются отдельно. Так вот, Рикто 4 июня с вечера до вечера 5, с 9 с полудня до 10, 14 с вечера до 16 утра, с 20 утра до 21 утра, с 24 вечера до 25 вечера, и с 29 с полудня до 30 полудня примерно. Ну, надо сказать, что июнь нам преподносит еще приятную дату одну, да, 20 июня, это солнцестояние, и считалось, что в день близ солнцестояния, день до него, день после него, сбываются даже самые заветные мечты. Стоит только попросить помощи у солнышка. И наши предки верили, что в эти магические сутки можно побывать на свою судьбу. Люди считали, что магические обряды, проведенные на солнцеворот, влияют на дальнейшую жизнь, и по обычу нужно встать рано утром, встретить рассвет, и тогда с первыми получами солнца улучшит здоровье человека. И по традиции важно уделить внимание водным процедурам. Считается, что собранная в это утро роса принесет удачу, поможет сохранить красоту и молодость, выздороветь заболевшему, окупание в подаемах, дарует человеку силу, здоровье, долголетие. И в солнцеворот принято собирать цветы, травы, везти им в них, украшать жилища. И кроме того, в этот день жгут костры, водят хороводы. Во время гуляния парни и девушки выбирают понравившихся партнеров, с которыми прыгают через костер. Если при прыжке пара не расцепила рук, то близка свадьба. Ну, собственно говоря, всё это в рамках этих наших влюблённых. Картинку ещё раз покажу вам. То есть всё про любовь, всё про чувства. Но так или иначе, наше сердце, оно очень функционально. И кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет, тот ищет оправдания. И если от духовного на духовное с материальным перейти, то эволюция, она сейчас, мы видим, что всё вокруг настолько быстро меняется, настолько всё требует темпа некого. Когда мы поспевать должны с этим темпом, то порой эволюция, говорится, наказывает за слабости, за привязанности, за прикладывание ответственности. И одни люди ждут универсальных советов, чётких инструкций, волшебных таблеток, позволяющих решить все проблемы разом. А другие же готовы брать ответственность за свою жизнь в свои собственные руки и взглянуть в лицо своим трудностям. К сожалению, многие из тех, кто ищет лёгких решений, на самом деле не хотят по-настоящему меняться. Они предпочитают продолжать ныть, жаловаться, обменять окружающих в том, что всё плохо. И такие люди выдвигают завышенные требования к миру вокруг. Но сами не готовы прилагать усилия для развития. Так вот, знаете, все необходимые инструменты для работы над собой у вас уже внутри. А знания, как эти инструменты применять, вы можете получить. Получить, учаясь, обучаясь, и этот процесс бесконечный. И, конечно, сегодня у нас суббота, день Сатурна. И поскольку каждый четвёртый на Земле человек проходит период транзита высоти, и мы не можем об этом не помнить, и я должна тоже об этом сказать, напомнить также, что Сатурн покровительствует нашей карме, и он всегда возвращает нам то, что мы посеяли ранее. И влияние Сатурна не могли укрыться, считается, так не флагемах, а даже боги и богини, ведь законы кармы нерушимы. Сатурн может отнять у человека всё и также вознаградить его всевозможными благами. Это планета, наш учитель, который учит спокойствие, терпение, умение принимать любые обстоятельства. И когда нас накрывает период этой высоти, его можно благоприятно пережить с помощью правильных действий, коррекций, и опираясь на Васту, опираясь на астрологию. Так вот, говорится Васту, что в этот период, у кого идёт садосати, ну там, кстати говоря, ещё есть мини-садосати, когда транзит Сатурна идёт по четвёртому или по восьмому дому. Так вот, в это время считается, что нужно удвоить коррекции в доме на тех направлениях, по каким домам идёт Сатурн. И произвести Васту коррекция обязательно запада, севера, северо-востока. Рекомендуется пить серебряную воду с каплей сандалового масла, безвозмездно отдавать пожилым и бедным людям пищу, одежду, проявлять милосердие. Можно взять аспесу или соблюдать пост. Регулярно молиться, заниматься имитацией, йогой. И полезно будет помочь себе через чтение мантр, мантра Шрим, читать величие Сатурна, Роберта Свободы, Хануман Чилису, Махам Ридьё, Джая Мантру. И в финале я скажу ещё про дни с точки зрения таро-нумерологии, какие на июне видела опасные. В июне, так говоря, немного. Особенно я выделила с восклицательным знаком, это 8 июня и 30 июня. Седьмое тоже у меня стоит галочка, ну, восьмое прям, это две, наверное, да, вот галочки, два восклицательных знака. А вот 2 июня, так, 50 на 50, седьмое июня, десятое, шестнадцатое, четырнадцатая, шестнадцатое, двадцать второе, двадцать четвёртое, двадцать девятое. Вот эти дни, на них надо обратить особое внимание. Ну, у каждого дня, конечно же, разная тема, да, но так или иначе, вот если про восьмое сказать, да, и про тридцатое, то здесь, сейчас посмотрю, а вот тема, знаете, как раз-таки вот встаёт в минус, энергия умеренности, минус энергия влюблённых, то, о чём я сегодня говорила, и энергия, это удивительно, вот я сейчас обратила внимание с этой стороны, да, и энергия года правосудия, она встаёт, понимаете, в минусовые позиции, то есть все энергии, которые формируют энергетический кокон этого месяца, они в эти дни встаёт в все минусовые позиции, а про минусы я уже говорила выше, то есть это, если правосудие, справедливость, это, мы понимаем, что честность, да, то когда они идут в минусе, то это всё наоборот, ровно наоборот, то есть это нечестность, это несправедливость, и так далее, и так далее. Если умеренность, это взяли порцию, съели, то неумеренность, это не просто нахамили, да, там нахамили вдвойне, съели вдвойне и так далее, поэтому будьте аккуратны, и это всё будет касаться социума, это всё будет вовне, большей частью, и люди могут почувствовать, что, а где вообще любовь в этом мире, на чём это держится, этот мир, где она, эта любовь. Поэтому для того, чтобы трансферовать эту любовь, для того, чтобы её в себе кому-то возрождать, да, потому что кто-то обижен в этот момент, кто-то огорчён по ряду причин, так или иначе, Сатурн любит всех. Сатурн, даже когда наказывает, он потом сам вознаграждает, да, через какое-то время, и он проверяет, смогли ли люди выдержать, смогли ли люди понять то, что он хочет. Ну, я вообще подготовила ещё некоторое описание по, заглянула в календарь, думаю, кто же родился в июне из Номинистки, и увидела несколько фамилий, посмотрела, построила портреты, и запишу про этих людей в следующие видео, на этом видео прощаюсь, и если среди нас есть люди, рождённые в июне, либо в перечисленной годах, либо 6-го, 28-го числа, пишите в комментариях, что вам откликнулось, насколько похоже на вас, или не похоже, будет очень интересно, новых событий. Субтитры сделал DimaTorzok